Привет, мальчонки! Привет, девчонки! Совсем недавно я показал схему преобразователя, именно вот этого, да, на синеньком трансформаторе, который работает от элемента Пельтье, причем элемент Пельтье я вовсе не раскалял паяльником или свечкой, а просто грел его рукой. И вот этот преобразователь хорош тем, что он выполнен не на германиевом, а на кремниевом транзисторе. И в прошлый раз, благодаря довольно хитрой схеме и благодаря индуктивному конденсатору, я смог достичь значения напряжения на элементе Пельтье, когда срабатывает этот преобразователь и светятся вот такие светодиоды. Сейчас будет вот здесь, где ручка показана. 0,333 Вольта. Весьма показательный результат, ведь обычно для кремниевого транзистора требуется 0,5, 0,7 или 0,6 Вольта. Но хотя все просто на моем столе, все-таки схемка вот эта, она может быть для некоторых капризной, и решил я показать более простую схему, ну потому как хочу довести схему до совершенства. И зажигать светодиоды от элемента Пельтье при комнатной температуре и с помощью, конечно же, германиевого транзистора. Можно вот с помощью вот такого большого, да, шикарный транзистор. А вообще их у меня набор. И смотрите, из всех этих чудесных транзисторов я могу сделать преобразователь. Но чтобы можно было от низковольтного источника энергии, которым является элемент Пельтье, зажигать светодиоды, все-таки им надо 2,2, 2,4 Вольта. Одних только транзисторов недостаточно. Надо какой-нибудь элемент, который будет запасать, скажем, магнитную энергию, а потом отдавать ее в виде импульса более высокого напряжения. Так обычно и делается. То есть есть ключ транзисторный, есть дроссель и есть элемент Пельтье, как питающая среда. Но для стандартной схемы преобразователя всего лишь одной катушки этого дросселя недостаточно. Поэтому вот такой вот небольшой и красивый дросселек придется немножечко модернизировать. Сейчас я покажу, как я это сделал. А теперь благодаря всего лишь двум элементам схемы, транзистору и нашему дросселю, мы можем попытаться зажечь от элемента Пельтье парочку, ну или хотя бы один какой-нибудь светодиод. Давайте попробуем. Процесс пайки дросселя к светодиоду и транзистору не такой уж и интересный. Но рассмотреть в подробностях и в деталях эту всю схему, которую я сделал навесным монтажом, вы можете. Вот он светодиодик синенький. Напряжение зажигания синего светодиода многие из вас знают. Кто не знает, посмотрят по справочнику. Транзистор германиевый. Давайте марочку покажу. Вот такой ушастый, хороший такой транзистор. Он участвовал недавно у меня в эксперименте и справился с тем, что вместо целой мудреной схемы запускал от температуры вентилятор охлаждения. Так, ну все. В принципе, эта схема очень проста. А, да, давайте я картиночку-то покажу. А теперь все будет как я люблю. Никаких блоков питания, благодаря которым можно зажигать светодиоды вообще без транзисторов, пельтье и дросселей. Никаких мудреных проводов, которые уходят куда-то далеко-далеко за горизонт. Вот все, что нам надо. Элемент пельтье и преобразователь. Просто положив элемент пельтье на холодный диск, мы уже получаем электричество достаточно, чтобы синий светодиод очень-очень ярко горел. Давайте посмотрим, куда идут провода. Да никуда они не идут. Но, между прочим, еще эффектнее это будет смотреться, как я это делал в прошлый раз. Сейчас покажу. Это смотрится, когда просто элемент пельтье лежит на столе. Я накрываю его ладошкой. И у нас начинается генерация и ярко светит синий светодиод. Ну, ничего удивительного тут нет. На самом деле, диск металлический холодный, который я только что использовал, он охладил на столе небольшой пятак. Видите, ладошку убираю, светодиод не светится. И этого холода достаточно, чтобы срабатывала моя нехитрая конструкция. Ну вот, я уже разогрел, видать, этот участок. Хотя нет, еще светится. С элементом пельтье, ладонью и железным диском все получается гораздо веселее. Обратите внимание, что я не грею элемент пельтье ни свечками, ни паяльниками, ни спичками, как это обычно делается. А преобразователь, состоящий всего лишь из двух деталей, может поспорить с покупными, которые так часто рекламируют и рассказывают о них по полчаса популярные блогеры. Смотрите, мне достаточно прикоснуться всего лишь одним пальчиком, и светодиод очень ярко начинает светиться. Обратите внимание на минимализм. Все я делаю ровно так, как вы сможете все это повторить. Ведь схема удивительно проста. А то, что делается сложно, ну, делается для того, чтобы поговорить. Для тех, кто относится к делу серьезно и любит обязательно приборные измерения, давайте посмотрим, от какого напряжения начинает зажигаться синий светодиод. Давайте еще разок. Напряжение 0,12 того самого вольта. Я думаю, хорошо видно, что именно 0,12 это очень хорошее свечение, но оно прекращается. А если чуть больше, то, конечно же, конечно же, все горит более ярко и мощность куда более сильная. С помощью такого преобразователя можно зажечь не один синий светодиод. Напряжения тут хватит, чтобы горела целая линейка. Обратите внимание, что сейчас он горит с перенакалом. Практически светится белым светом. А напряжение не достигло и 0,2 вольта. Если вы помните мою температурную шкалу, то вы можете примерно сказать, какая разница температур между холодной частью элемента пельтье и горячей частью, которую я согреваю всего лишь пальцами.